Весь мир вспоминает Мстислава Ростроповича. Великому дирижеру и виланчалисту в этот день исполнилось бы 90. Маэстро и его супруги, оперной певицы Галине Вишневской, сегодня открыли мемориальную доску на их доме в газетном переулке в Москве. Торжественная церемония завершилась только что. Памятный знак выполнен народным художником России скульптором Александром Рукавишниковым. Утром в храме Вознесения Славущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке состоялась панихида, а неподалеку у памятника Ростроповичу, а также на его могиле на Новодевичьем кладбище пройдет возложение цветов. О масштабе личности музыканта репортаж Артема Воснева. Был случай, когда на одном из уроков Ростропович стоял на коленях перед своей ученицей, играющей на виолончели, и плакал. Рыдали и все студенты в аудитории. Инструмент он полюбил как женщину. Ростроповича нельзя представить без его жены, оперной дивы Галины Вишневской. На первом свидании он подарил ей конфеты и целую корзину ландышей. Вскоре сыграли свадьбу. Для двух вечерей он был строгим отцом, запрещал многое, в том числе популярные джинсы. Мы нарядились, вырядились вот эти джинсы, обтягивающие, понимаете, все. Когда ваш папа как раз у нас увидел, все, моментально снимайте, эти джинсы не будут отравлять мою жизнь. Он их взял, схватил в аппарат, крутил, значит, кинул на эту террасу, которая, благо, была сделана с каплей, хотя на фоне деревянного дома залил бензин. Долго так это крутилось, чтобы точно, чтобы там уже нельзя было не восстановить вообще ничего. Почему вы уехали? Мы не уехали, нас заставили уехать. А почему вас заставили уехать? Двух замечательных артистов заставили уехать из страны. И нужно было каждый раз объяснять, почему. Вот писатель жил у нас на даче около пяти лет. Ну и что ж, за это разве можно выдворять из страны? Конечно, нельзя. Вернули советский паспорт Расраповичу только в 90-м. Во время августовских событий он был одним из защитников Белого дома. Поддерживал Бориса Ельцина. Кадры Расраповича с автоматом Калашникова облетели весь мир. Скажите, пожалуйста, вот этот инструмент и вилончель имеют что-то общее? Вы знаете, нет, имеет что-то противоположное. Мне кажется, что вилончель дает жизнь, а это отнимает. Именем маэстро названы музыкальные учебные заведения, самолет и теплоход. А в Баку, в котором в 1927 году родился мастер, есть улица Расраповича. Каждый житель города подскажет, как пройти к музею великого виолончелиста. Артём Воснёв, МИР24.